вроде бы должно быть так друзья у нас начался эфир все хорошо думаю что у нас сейчас будут и зрители даже вот уже один человек есть доброе утро сейчас немножечко настроимся и вы тоже посмотрите как видно скажите пожалуйста так вот это наверное чуть-чуть сюда вот мы сейчас поставим так все мы в эфире отлично друзья поздравляю с тем видно александр колесников доброе утро отлично все класс ну что он друзьям доброе утро всем хорошего настроения и сегодня у нас большая программа буду надеяться что у нас интернет не подведет но сразу хочу оговориться что в условиях того что очень много сейчас у нас людей подключено макс доброе утро очень много людей подключено к интернету он возможно будет лагать но ситуация для нас уже понятная и думаю что все вы понимаете что тут уже ничего нет поэтому запасимся терпением и пускай у нас у всех будет хорошее настроение и ничто на это не повлияет самаркин привет привет сергей привет александр колесников привет все процесс у нас пошел отлично друзья дело в том что сегодня у нас много хороших новостей поэтому я буду поднимать вам хорошее настроение также как и самому себе ввиду того что очень рад сегодняшним всем событиям и так все по порядку расскажу что у нас будет сегодня в трансляции сегодня у нас будет новости и их обсуждением ваши вопросы мои ответы и дискуссия у нас это продлится достаточно недолго поэтому призываю всех к активности чтобы мы максимально быстро могли все все интересующие темы охватить ведь дело в том что интернет диктует свои условия и не хотелось бы чтобы он начал лагать до того момента пока мы не начнем выяснять все самые горячие новости которые происходят у нас турции и так я подготовился у меня есть небольшой списочек того что хотелось бы вам рассказать а начнем с того что буквально таки вчера был день победы и я хочу выразить всем огромное спасибо за вчерашнюю трансляцию которая будет у меня обязательно на ю тубе она у меня слетела мы поправим и буквально таки завтра эту трансляцию вы уже увидите у меня на канале так что будьте неподалеку что касается вчерашнего праздника праздник он значит такой двоякий с горечью утрат но все равно праздничное настроение потому что мы привыкли в этот день особо отмечать те события как давно минушных минувших дней где наши деды и бабушки совершили подвиг поэтому предлагаю начать сегодняшнюю трансляцию с минуты молчания в память о наших родных и близких спасибо друзья почти ли минуты молчания наших родных и близких которые пали великую отечественную войну и сделали нашу жизнь свободный с мирным небом над головой огромное спасибо за участие во вчерашней трансляции она будет у меня в эфире а сейчас хотелось бы перейти к сегодняшним праздником потому что сегодня праздники нас тоже есть но продолжается у нас барам и рамазан прошу прошу не люди по-прежнему в мусульманской веры не едят в дневное время суток а праздник у нас сегодня международный день матери друзья поздравлять и ваших матерей с их днем обнимите поцелуйте скажите добрые слова им будет приятно и думаю начиная с сегодняшнего дня вы будете по-особому к ним относиться это правильно поздравляю и хотелось бы о привет из питера привет привет спасибо не у тебя тоже хорошего дня питер вообще огромный привет сейчас дай бог будет открываться авиасообщение и мои друзья из питера полетят и анюта прилетит из москвы и вообще я думаю что вновь начнется курортная жизнь по всему миру а здесь в анталии в алании будет скажу так мекка столица курортного отдыха об этом мы говорим чуть позже поэтому будьте неподалеку мы дойдем обязательно к туристическому вопросу и к авиаперелетом я подготовился есть у меня информации на этот счет и так давайте по порядку они тоже на старте это очень хорошо по порядку так значит что у нас тут имеется у нас имеется праздник с которым я всех поздравил день матери больше привет моей мамочки дальше хочется сказать что вчера праздник прошел удачно очень приятно и благодарю еще и власти анталийского региона в частности алании которые откликнулись на призыв наших активистов из ассоциации русской культуры которые выдвинули просьбу отметить как-то в условиях коронавирусах а особо вот праздник день победы и власти откликнулись одобрением вы знаете и у меня в инстаграм кто кстати не было проходите подписывайтесь было снято видео как проезжает машина такая как двухэтажный дом и на втором этаже на плоской и и поверхности понимаете вот машину вот наверху находится целая инструментально вокальная группа одетая в военную форму того времени нашего времени и пели советские песни патриотические катюшу и так далее очень много песен с мощной аппаратуры ездили сделали настоящую праздничную атмосферу огромное спасибо властям и вот так власти алани в частности мухмутлара одного из самых русскоязычных районов в турции отнеслись к празднику 9 мая вот спрашивает толерантно ли относится к нашим гражданам в турции или нет делайте сами выводы так что еще раз поздравляю с днем победы и спасибо властям за лояльное отношение к нам и банджи русском гражданам русскоязычным гражданам которые сейчас находится в турции огромное спасибо всем участникам кстати хочу напомнить на правах рекламы что есть видеокаталог недвижимости куда выкладывается абсолютно интересные варианты которые собранная со всей анталии алани и я с удовольствием буду вас там приветствовать кстати вчера поступил очень интересный объект вот сто тридцать восемь тысяч евро два плюс один шикарный комплекс находится вот в мухмутларе очень хорошая инфраструктура 125 квадратных метров прям от хозяина вот такой вот замечательный хозяин квартиры он просто хочет квартиру побольше ужас решил остаться здесь но поторопился так ему по раз квартиру что приобрел ее но надо все-таки расширяться потому что детей много и два плюс один мало а комплекс очень замечательный объекта это качество абсолютно новый там уже люди живут но буквально только-только сдан в эксплуатацию это на правах рекламы проходите видео каталог недвижимости ну а по поводу меня дальнейших наших новостей главная новость это то что после заседания кабинета министров турции стало известно что очень многие меры которые были приняты для того чтобы остановить нашествие коронавируса в турцию сейчас послабляются ввиду того что турецкое правительство сочло что достигли уже очень благоприятных результатов и пора уже наконец-то отдыхать где-то праве нет я думаю что правда заключается в том что алания уже две недели не зафиксировала ни одного случая заражения коронавируса ура товарищи ура вот как еще одна маленькая наша победа с невидимым врагом победили тогда много лет назад 75 лет прошло кстати победили тогда победим мы сейчас в анталии город конечно побольше миллионник там уже два дня нет три дня ты дня новость была за вчера значит три дня уже не было заражением коронавирусом так что можно сказать что наш регион действительно готов к встрече отдыхающих всего 7 регионов попали под так называемую амнистию и теперь а там разрешено передвижение по краю по области по региону назвать как угодно и отменен комендантский час сегодня у нас отменен комендантский час и те вот рисуночки которые у меня были до прошлой трансляции где я помните с ностальгии рисовал вот скучая там по горам потом как и гега я очень скучал по солнышку рисовал солнышко солнышко где-то естественно я очень скучал по по морю вот да вот так по морю ты вот теперь мне эти плакаты не нужны потому что я имею возможность выходить на улицу в комендантский час и радоваться нашей природе сегодня я остался студии потому что буду осваивать кое-какую новую технологию метод своей студии вот и мы обязательно будем уже делать трансляцию с улиц будем мы снимать так что пишите что хотели бы увидеть карантинные меры послабляются и все возвращается в привычное русло например завтрашнего числа уже будут работать большие торговые центры маленькие магазинчики уже работают я уже собственно лично видел мы обязательно ответим на ваши вопросы вижу что отстает звук с интернетом у вас там беда до с интернетом у нас не очень ввиду того что очень многие сейчас подключаются тут ничего не не по не поделать спасибо максим сейчас подкрутит интернет вот так что сумму райкин будьте спокойны сейчас максим совсем справиться и у вас интернет и по всему миру на лаяться супер чемпион максим берется за дело спасибо максим по поводу мер прослабления сейчас будет все полномерно происходить в двух словах расскажу уже будут начинать работать с 11 числа то есть завтрашнего дня будет работать парикмахерские для многих это важно особенно для девушек будут работать торговые центры пока работают только маленькие магазинчики я сам уже видел в инстаграм к себе выкладывал кто не подписан инстаграм подписывайтесь и будут работать даже бары и рестораны да вот так декларируется посмотрим как будет по факту обязательно буду снимать держать вас курс дела у меня есть кстати в telegram моя новая группа в которой мы обмениваемся мнениями и информация оперативно поэтому подписывайтесь заходить туда и будете узнавать первыми где что у нас работает и как так что уверен друзья что мы сможем с вами более быть оперативными в свете последних новых технологий так что будут работать парикмахерские бары кафе и рестораны будет разрешено передвижение по региону напомню что 7 регионов вошло в это число в том числе и анталия ввиду того что у нас очень хороший показатель по этой самой пандемии злосчастной так так что всех поздравляю с очередной победой мы все ближе остановимся к отдыху по поводу того что у нас будет происходить дальше кстати многие могут сказать вот а что же будет в анкаре стамбуле полномерное возвращение к нормальной жизни турецкая республика запланировала на 27 мая вот с этого числа будут сняты и ограничительные меры и в других регионах так что поздравляю всех с тем что турция потихоньку входит на нужную клюк конечно есть экономические моменты лира падает но для отдыхающих это хорошо в любом случае следите за моими новостями для этого подписывайтесь и ставить нажимайте на колокольчик тогда когда буду выходить эфир или будут экстренно кит новости свежие вы обязательно получите от меня уведомление надеюсь что вы так и сделать и вы сможете держать могу смогу вас держать в курсе событий так по поводу когда возобновятся полеты очень важный вопрос конечно я думаю что по этому поводу многие уже тонны перелопатили всевозможных всевозможных ресурсов но я сделал компиляцию сейчас вам скажу что думаю по этому поводу думаю что действительно полеты сейчас пока будут ограничены об этом все в принципе говорят и жители лары которая находится в анталии особенно заметили как у них сейчас чистое небо над головой и от полетов тоже а главное не слышно открою всем секрет что район лара знаменит тем что он находится ближе всего к аэропорту хвали мани в анталии и там очень много летает самолетов и жители уже привыкли к тому что там шумно но так полетов но сейчас думаю они уже привыкли к тишине но друзья скоро все начнется по порядку с 12 июня после того как закончится месяц рамадан будет шикер байрам и после этого предположительно с 12 июня начнется уже более активный трафик полетов на самолетах национальный авиаперывозчик турции турецкие авиалинии сообщили со ссылкой на министерство транспорта турции о том что от 12 числа начнутся авиаполеты и представили целый план как это будет происходить так на первом этапе в июне месяце полеты будут выполняться в 22 города в 19 стран мира это страны азии и европы прежде всего они лучше всего справились с ситуацией коронавирусной несчастные потом из стран снг будет в тройке первых это казахстан грузия беларусь однако уже в июле месяце можно ожидать международных рейсов из других многих стран об этом поговорим чуть позже всего будет сначала 572 рейса в неделю в 103 пункта назначения в 74 страны а в июне турецкие авиалинии планируют возобновить полеты уже в россию и другие страны снг так что ура ура прежде всего из россии полетят из москвы и питера перевозчик не уточняет в какой именно турецкий город будет производиться полеты то есть в анталию или в стамбул или в анкару но думаю главное до сюда долететь уточняйте у своих авиаперевозчиков стоих странах более детальную информацию и пожалуйста делитесь со мной здесь или у меня в группе в телеграме таким образом мы поможем друг другу ну что я заметила с тем что очень разная информация и надо все перепроверять вот есть у кого-то будет личный опыт пожалуйста по личному опыту скажите кто на когда купил билет напишите в комментарии к этому видео и мы будем таким образом полезны друг другу и сможем поскорее увидеться окей друзья это в принципе все новости которые хотелось бы мне рассказать или хотелось бы их обсудить у кого есть какие-то вопросы пожалуйста спрашивайте обсудим вот самурайкин пишет что 12 июня день россии и друзей у моей дочки возможно перелеты в турцию прямо одна радость ну отлично я очень хотел бы чтобы все было так как мы задумали но как показал практика лучше готовиться к худшему надеяться на лучше поэтому будем исходить из того что концу лета только откроются полеты будем печалиться но на самом деле я очень надеюсь что это все произойдет гораздо раньше ну что если нет вопросов у матросов как говорится в таких случаях я буду заканчивать эфир то что все зависит от вас есть ли у вас есть уже какие-то мысли которые хотелось бы обсудить то можем все вот как обстоят дела с работы в турции друзьям хороший вопрос вы знаете это одна из самых горячих скажем так один из самых горячих моментов которых многих заставляет отложить свои переезды из-за того что их пугает отсутствие работы действительно работу найти здесь нелегко потому что очень конкретная среда много турков кто хочет работать здесь в анталии в алании может край действительно очень интересный и хорошие даже для самих турков любят они его но у вас есть у всех преимущество языковое если вы еще знать турецкий язык английский немецкий то вам я думаю будет достаточно легко найти работу остальное все зависит от каждого поэтому приезжайте ищите рассылайте свои резюме если у вас готовы резюме то пришлите мне на адрес и назар давыдов работка работа собачка gmail.com у меня есть несколько друзей в управлении нескольких серьезных отелей которые набирают себе обычный персонал сейчас все это приостановлено как вы понимаете и в этом году будет проблемы с набором работников я это уже знаю точно но этот год пройдет придет следующий год и тогда будет с работой уверен полегче вот мой ответ по поводу работы с работой не просто но она есть те кто хотят найти находит но как вы понимаете в этом году не лучшее время для поиска работы но специалисты знаю по всему миру нужны вот если вы специализовать эти сфере то в принципе я уверен что в этом году у вас будет скачок что все уходят в интернет все ищут себе альтернативную работу как заработать когда все банкротится в эти многие другие темы я очень хочу затронуть все на следующей неделе и готовлю видео с экспертом в трудоустройстве в тренингах в аналитике в финансовой сфере александр карлович херц сюда уже согласие я думаю что те вопросы которых приходит от моих друзей связанных с финансовой сфере мы обязательно отразим в этом выпуске так что будьте неподалеку и мы обязательно пообщаемся на тему по поводу работы в целом я же ответил кстати по поводу айти сферы совсем недавно сбудоражило видео по всему миру дудя по про кремниевую долиню долину и айти сферу и я начал более глубоко изучать вопрос здесь турции выяснил что турецкая республика желает идти в этом направлении семимильными шагами и сейчас для того чтобы эту сферу продвинуть государство принимает меры для обучения в турции специалистов программистов ну короче говоря в сфере айти как принято говорить и у вас я думаю будет шанс здесь тоже поучаствовать что касается граждан или не граждан это уже другой вопрос но знаю что на обучение в принципе можно придавать и с временным видом на жительство так что задумайтесь друзья уточняйте и делитесь со мной мне тоже интересно надежда федорова привет с урала привет назар здравствуйте надежда здравствуйте все кто проснулся хорошего настроения с днем победы с днем матери и со снятием карантина в анталийском регионе я нахожусь в алании у нас сегодня плюс 24 градуса день начинается думаю даже будет еще и больше море прогревается пока еще купаться нельзя но мы ожидаем этого момента ну вроде бы обо всем сказал вопросов пока не вижу давайте если будут вопросы сейчас течение пяти минут то с радостью отвечу есть нет то будем закругляться потому что работаем море хочется столько всего вам смонтировать а у меня видео зависла и с обзором рынка и как готовить мерджи мэк и про день одного очень популярного риэлтора и про поездки по турции все это у меня уже снято не могу смонтировать так что давайте так суть им так отели все будут кроваться или частично хороший вопрос назар как твои успехи в изучении турецкого языка я ваш я ваш то есть потихонечку мы что касается отелей то отели будут открываться те которые пройдут те нормативы которые ввело турецкое правительство а именно должны быть специально расстояние между столов будут упразднены программы культурно-массового развлечения будут упразднены шведские столы в том виде котором они были будут измеряться температура и другие показать при въезде в отель чтобы не инфицировать других если вдруг заражен будет специальная медицинская карта при въезде плюс ко всему прочему вы будете ограничены в поездках там максимум будет 10 человек это то что мне стало известно от моих инсайдерских источников из отелей может что-то забыл но вот в принципе те ограничения которые вела турецкое правительство и те отели которые мы смогут соблюсти их и получит специальный доступ те отели будут открыты вот и уже знаю что отель su работает отель rixis работает поэтому сейчас как грибы думаю будет открываться большие маленькие отели и приглашать отдыхающих в турцию поэтому в принципе отели будут открываться об этом будут сообщаться узнавать у своих операторов турагентств вот кто работает а кто нет так даже федоров меня вчера ходили к вечному огню парад отменили люди идут кто в масках то без идут и несут цветы это радует значит остались еще какие-то ценности в этом мире с днем великой победы надежды федоров с днем великой победы нас всех спасибо за добрые слова я и в вчерашней трансляции сегодня вспомню еще раз свою бабушку своего героического дедушку который получил много наград которая обладатель ордена красного знамени трех степеней герой советского союза под его командованием проводилась операция по проведению кабеля который с электрического по дну ладожского озера знаете кто в ленинграде живет что это дорога жизни очень важный стратегический момент в истории ленинграда тогда еще ленинграда вот и конечно скорбим конечно помним в начале сегодня трансляции была проведена минута молчания те кто не смотрели сначала трансляцию она будет записи посмотрите поделитесь этим видео и пускай те кто не знают про геройство наших родных и близких задумаются и спросит у своих мам и отцов а те уже расскажет про своих мам и отцов до великая победа спасибо большое нашим родным и близким за чистое мирное небо над головой желаю всем мира это очень важно когда проходит поколение многие забывают ужасы войны и уже начинают бравировать и лязгать оружием друзья давайте пообещаем друг другу что не будем забывать ужасы войны вчера слышал как мои визави по интервью читала письмо от своего деда и 10 мурашки по коже какие ужасы войны что они терпели для того чтобы мы сейчас жили в мирное время давайте этого не допустим ну что мирное небо над головой это важно не просто пустые слова это целая целая вселенная мир это вселенная причем в ровном состоянии не пике образным военным а в ровном давайте вот чтобы было все вот так спасибо большое надежда за ваши слова белорусы кстати отмечали 9 мая под проливным дождем и возлагали венки под проливным дождем в масках молодцы белорусы большой привет всем странам снг которая не забывает учтут своих героев и память наших родных добавить больше нечего спасибо большое благодарю за новость и за эфир всех сама с днем матери ребенка с днем матери эмо спасибо самурайкин в море до в море еще успеется друзья огромное спасибо сегодня у нас активность я смотрю была не такая большая не было много вопросов надеюсь я донес те новости которые были в описании к видео отвечу на ваши вопросы уже после выкладки видео она будет доступна ну естественно подписывайтесь пожалуйста на мой инстаграм-канал все будут ссылки в описании к этому видео на телеграм-канал очень полезная группа где мы обмениваемся новостями вконтакте в одноклассниках и в фейсбуке так что милости просим и кстати еще раз напомню о том что есть видеокаталог недвижимости где выкладывается актуальное предложение по домам квартирам и виллам в анталийском регионе на 7 счастья и здорово не болейте самурайкин вы тоже пока пока дин дон дыма салям и долги легли ну и наконец просто чао друзья